МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпании Круг новости недели. Только самые интересные события и темы новшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Екатерина Филиппова. Сегодня в нашей программе вы увидите. Сессия городского совета согласилась взять очередной кредит на миллиард с 200 миллионов гривен и отдала 41 гектар земли аэропорту для строительства вспомогательной полосы. Общественная акция «День освобождения побережья». Одесситы выступили против застройки пляжей Лагуна и Чкаловский. На французском бульваре вместо санатория киевские застройщики планируют возвести очередные многоэтажки. Тем временем памятник архитектуры, знаменитый на весь мир, пассаж разрушается, вызывая у деситов опасения за его судьбу. Забота о подрастающем поколении в понимании чиновников горсовета. Одна детская площадка разваливается, другую завалили бетонными плитами. Местная власть продолжает загонять Одессу в долговую яму. Сессия городского совета дала согласие на очередной миллиардный кредит. Принято решение по земле аэропорта и санаторию Государственной пограничной службы. Депутатам предложили согласиться на кредит в сумме 1,2 млрд грн сроком на 5 лет. Деньги обещают потратить на жилищно-коммунальное хозяйство, в основном ремонтные работы. Городская голова оправдывает это крайне необходимостью и опытом других городов. Целесообразность кредитования сразу же подвергли сомнению многие депутаты. У нас колоссальное количество земли абсолютно не оформлено. То есть немало юридических лиц, которые имеют те или иные объекты, право собственности на них, они не оформляют земли. Это касается так называемых мафов и торговли. Почему? Потому что продолжающаяся эпопея там вокруг 30 грн за квадратный метр, то есть там будка 300 грн, хотя мы всем знаем, что на рынке продаются, вернее сдаются эти будки за 500, за 700 грн, за 700 долларов. Я не понимаю, почему такая политика. В итоге, почему мы берем кредит, если мы полностью не используем все возможности по доходной части? У нас уже 3,5 млрд кредита есть. Выплатили тело кредита мы немножко больше миллиарда, а процентов по этим кредитам мы заплатили порядка 745 млн грн. Этот кредит нам обойдется примерно 350-400 млн грн. То есть это те деньги, которые мы потратим с нашего бюджета развития на выплату исключительно процентов. А еще нужно будет погасить тело кредита. Я понимаю, если бы мы взяли 1,2 млрд и построили какой-то завод, который бы устроил людей на работы, приносил прибыль, и городской бюджет в результате бы мог зарабатывать и тратить на что-то другое. Но этот кредит называется кредитом проедания. Мы берем кредит на 5 лет, чтобы залатать дыры для демонстрации. Опять тратимся на косметику. На 5 лет? Почему на 5 лет? Потому что через 5 лет новые выборы. И нам в наследство от Геннадия Леонидовича переходит огромный полк для Одессы. Гениальнейшая схема. Просто это легендарное. Уважаемые коллеги, это голосование, это самый большой позор Одессы за последние, не побоюсь этого слова, 200 лет. Вот следующий кредит, когда мы планируем брать, чтобы мы понимали, через сколько мы будем должны и сколько банкам. На данный час планов щодо іншого запозичения, крім того, про яке йде мова, в планах департаменту финансов немає. Когда брали предыдущие кредиты, планов на следующее тоже не было. Так можно одалживать деньги, пока город не разорится. Но к тому времени действующая власть уже наверняка уйдет. И разгребать финансовые завалы придется другим. За счет всех одесситов. Стоимость кредита для города будет уровень инфляции, плюс то, что заложит национальный банк, плюс маржа, плюс 4,5%. С максимальной стоимостью заимствования, о которой вы говорите, 25%, сумма долга за 4 года практически удваивается за 5 лет. Решая краткосрочные, сиюминутные, текущие задачи, мы закладываем огромную мину в дальнейшее, там, стабильное развитие города. Ту практику, яку застосовываем мы, це принята практика, і це відповідає тим вимогам, тим рекомендациям, які надає на сьогоднішній день Міністерство Фінансов. Що буде з інфляцією і зістоянім економіки, в цілому не знає ніхто. І тому, відповідь директора Департамента Фінансів со ссылкою на Міністерство – обчі слова. Городському голові прямо указали, де можна взяти гроші на ремонт коммунальної собственності. Многі з цих об'єктов вполне можна було б ремонтувати і за счет бюджетних средств, які, безусловно, можна було б знайти. Наприклад, за счет крупних бізнесменів, строительних компаній, які даже в условіях сьогоднішній пандемії, в условіях сложних, тем не мене, у нас весь город строїться, у нас строїться жилі комплекси, на этом зарабатуються деньги. Скажіть, пожалуйста, почему не зарабатуються деньги, не вставляється услові тем же строительним компаніям, ну і другим крупним бізнесменам, яких у нас теж дуже багато в нашому місті, щоб розшати наші соціально важні інфраструктурні питання. Вот ви мене прийдете, или ми з вами встретимося, скажете, Геннадий Оленьович, у мене є план дійствий. Он такий. Вот надо, извині звердження, наїхати на цього бізнесмена, запугати цього бізнесмена. Щоб вони там постріли щось. І подскажете мене, як це можна робити? Я висловлю вас, і ми це обсудимо, і будемо внедряти. Ні один із предыдущих мэров навіть в шутку не упомінав о можливості давлення на бізнес, а тем більше, відкритого вимогательства дінь. Геннадий Труханов считає таке возможним. Розрішення на кредит десь дати Министерство фінансів, і только тогда його окончательно утвердит сессія. Проект решений о принципіальному согласі на кредитування утвердили. Далі представили проект міній городської целевої программи підтримки інформаційної сфери Одеси на 2021-2023 годи. На деле – це фінансування сайта городського совета. «Сейчас ми приймаємо решення по інформаційній сфері нашого городського совета. Сейчас ми хочемо утвердити фінансування этой программи на сумму 33 мільйона гривен. В то же время на самом сайте мэрии количество неисправностей просто, извините меня, граничит с абсурдом. Более того, для аналогии я хочу привести пример. Мы хотим потратить сейчас более, ну, фактически полтора миллиона долларов на информационную службу. Все статьи расходов, по сути, сводятся к сайту. Хочу заметить, что при этом, согласно отчетам глобальной мировой энциклопедии Википедии, на содержание сайта Википедии серверов, зарплат уходит всего суммарно 5 тысяч долларов. На эту сессию мы получили итоговый список всех пунктов повестки лишь на согласительном совете вчера вечером. О том, что сессия была перенесена на час раньше, уведомили всех депутатов. Но на сайте Горсовета это уже появилось ближе к ночи. Это вот эти вот наши с вами, господа, полтора миллиона долларов так работают. Вот ответьте мне на вопрос. Это специально или вы профнепригодные? Спасибо. Профпригодные и не специально. Питание 3.5. Про затверждение мисковой целевой программы поддержки инфраструктурной сферы Министерства Одессы на 21-23-й годы. Городская голова противоречит сам себе. Если работники мэрии профессионально пригодны, то получается, они знают, что делают. И недостатки сайта создаются намеренно. Тогда имеет место сознательное сокрытие информации. Депутатское большинство при голосовании, как всегда, поддержало мэра. Для строительства полосы подруливания самолетов и других технических подъездов в аэропорту государству понадобился земельный участок площадью 41 гектар. Проект финансируется за счет государственного бюджета и действительно нужен Одессе. Но городу принадлежит всего 25% всего комплекса аэропорта. Собственность эта давно технически и морально устарела. Сертификат на эксплуатацию аэропорта после реконструкции дает государственная авиационная служба и получит его, скорее всего, частная компания Международный аэропорт Одесса, у которой в руках большая часть имущества. Исходя из того, что сертификат эксплуатанта Международного аэропорта получила ООО Международный аэропорт Одессы, то давайте-ка мы с вами угадаем, кто будет в дальнейшем эксплуатировать взлетно-посадочную полосу. У меня как-то желание голосовать за этот вопрос вообще отпало напрочь. Я даже вообще предлагаю его исключить. Городской голова ушел от прямого ответа на вопрос, делая вид, будто проблемы не существует. Мы сейчас говорим о выделении участка земельного государственного предприятия, на основании которого державное предприятие за свои деньги, порядка более 700 миллионов гривен, сделает нам построить магистральную рулежку. Решение по земельному участку в аэропорту все же приняли. Остается другая проблема. В Одесском аэропорту единственном в мире, наверное, сегодня въезд на территорию аэропорта стал платным. И начиная с первой минуты нигде в мире такого нет. Везде есть возможность подъехать к аэропорту минимум 10 минут бесплатных для высадки или посадки пассажиров. Но нигде с первой минуты не взимают плату. Навести порядок с парковкой дело элементарное, но городской голова дал поручение образовать рабочую группу для выяснения ситуации. Следовательно, поборы будут продолжаться еще неизвестно сколько. Государственная пограничная служба обратилась к городскому совету с просьбой оформить землеотвод на участок под ведомственным санаторием в Аркадии. Земля принадлежит государству, но по городскому зонингу менять ее целевое назначение нельзя. Пограничники обещают сохранить санаторий. Тот отвод, который сейчас возможно может произойти в границах вашего санатория по целевому назначению оздоровщи земли санаторием курортного типа, никак не мешает вам получать и регистрировать разрешительную документацию на желаемые ремонты. Что мешает вам это делать? Есть большие побоевания. Покажу про нашу фракцию, про то, что там не появился корпус на 25 этажей, на поверхах. Чтобы там не появился очередной корпус на 25 поверхах, как мы уже видели, я вижу целевое призначение для размещения постойной деятельности Державной Прикордонной Службы Украины. Но уже были в нас случаи, когда целевое призначение менялось какими-то регистратурами, которых потом никто не может найти. Какие у нас гарантии, что этого не станет? Городской глава красноречиво убеждал депутатов дать разрешение на сомнительный землеотвод. Доводы его оказались неосновательными. После долгой дискуссии депутаты решили, что ремонтировать корпуса санатория можно без документов на землю и отказали пограничникам. Решение сессии городского совета по поводу очередного аккредитования во время брифинга в Верховной Раде прокомментировал народный депутат Украины Артем Дмитрук. На сессии Одесского городского совета было принято очередное преступное решение, которое возглавлял Геннадий Труханов со своими поддельниками. Почему я называю депутатов Одесского городского совета поддельниками преступника? Потому что ни один депутат не будет работать против украинского народа и против одесситов. Сегодня Труханов возложил, не спрашивая них об этом, на каждого одессита долг в размере 1400 гривен. Если этот долг сложить с тем долгом, который он возложил ранее, это 4500 гривен на каждого одессита, это будет примерно 6000 гривен. И так по умолчанию благодаря Труханов его банде каждый одессит уже должен 6000 гривен. Благодаря этой деятельности сегодня Одесса занимает первое место не только в Украине, но и в странах СНГ по взятым долгам, по взятым деньгам в долг. Я скажу, что первые кредиты, которые брал Труханов, были взяты под огромные проценты, от 11 до 23 процентов. Второй кредит взят под такие же огромные проценты. Я считаю, что Одесса может брать кредиты, но если деньги остро необходимы, для развития нашего региона, но они должны быть или с минимальными процентами, или без процентов. Прошу каждого Одессита здраво смотреть на ту деятельность, которую проводит Труханов, и делать выводы. Как видим, старая добрая схема Труханова по распилу городского бюджета и кредитных денег продолжает работать. Даже в такое сложное время, когда от этих денег зависит не просто благополучие одесситов, а в прямом смысле здоровье каждого одессита. Сейчас эти деньги необходимо было бы потратить на больницы, школы и садики, но они будут потрачены снова на карманные компании Денадия Труханова, и ни один одессит не увидит результата работы из этих денег. Одесса рискует потерять еще два пока бесплатных пляжа. Лагуну и Чкаловский городская власть помогает бизнесу прибрать к своим рукам собственность громады. Представители ряда общественных организаций провели акцию День освобождения побережья. Защитники побережья собрались возле Чкаловского пляжа. На днях благодаря бдительности одесситов тут удалось предотвратить подготовительные работы к так называемому благоустройству. Проходили они почему-то ночью и с применением тяжелой техники. Полиция остановила самого правства и пока контролирует ситуацию. На акцию для разговора с одесситами приглашали представителя застройщика, но он не пришел. Пожалуйста, не лезьте своими руками в наши парки, пляжи, территории рекреации, зеленые зоны, исторический центр. Давайте, друзья, все-таки не будем сдаваться, давайте постараемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы не потерять этот один из последних оставшихся зеленых уголков нашего побережья. Аркадия очень яркий тому пример, можете посмотреть на него сегодня. По информации общественников, застройщик уже договорился с городской властью, не спрашивая согласия горожан. Территория санатория Чкалова, пляж санатория Чкалова, там уже анонсировал застройщик большую застройку, большие строительные планы. И здесь очень большой вопрос, потому что любые строительные работы, которые проводятся в черте города, нарушают целостность парковых зон и так далее. Здесь это парковая зона, они должны проходить процедуру оценки вплыва на довкиля. И по этой процедуре обязательно проходить общественные слушания. Акция продолжилась на пляже Лагуна. Несколько дней назад тут тоже начались строительные работы. С помощью тяжелой техники изуродовали украшение пляжа, природную ракушечниковую скалу. По проекту ориентатора для удобства отдыхающих ее распилили посередине. Это второе посекательство на пляж. В 15-м году председатель областной государственной администрации снес забор и открыл свободный доступ к морю. Затем одесские активисты пресекли попытку застроить пляж торговыми павильонами. Несколько лет было тихо. Сейчас посекательство на права одесситов возобновилось под видом благоустройства. Это противоречит закону Украины. Целый ряд статей нарушает и конституции, и прямые права конституционные ограничивают доступ к водному объекту, ну и водный кодекс нарушается. Поэтому, что касается этого пляжа, то здесь направлено это мероприятие на то, чтобы оставался открытый доступ для граждан в первую очередь. Ну и, конечно, кроме вот этих навязанных услуг, чтобы была возможность просто людям прогуляться, просто отдохнуть. Участники акции призывают одесситов к объединению. Пока еще есть, что сохранять и защищать. Вставайте с колен, говорите своим соседям, своим друзьям, что от вашей активной позиции зависит очень многое. От вашей публичности, от вашей активной позиции в судах, в прокуратуре, в городском совете зависит очень многое. Мы мало уже можем здесь, в Одессе, но мы много можем сделать в Киеве. Центр начинает нас слышать. У нас есть все шансы, если мы будем сильно стараться, у нас есть все шансы отстоять свое море, отстоять свои парки, отстоять свою комфортную жизнь, отстоять свое здоровье. Что сегодня делает городская власть и застройщики. Они ведут себя как мародеры, которые захватили богатую усадьбу, квартиру, не знаю, что угодно, и ведут себя в ней как абсолютно полноправные хозяева, никого не спрашивая, потому что они считают, что никого кроме них здесь нет. Если под городской совет будет выходить хотя бы тысяча из миллионного города, Труханов будет себя вести совершенно по-другому. С приближением лета арендаторы и захватчики прибрежных территорий ежегодно активизируются. Попытки застроить свободные земельные участки и закрыть пляжи для свободного доступа будут продолжаться. Городская власть каждый год говорит о необходимости контроля над побережьем. Контроль действительно есть. Все происходит сведомо и при содействии чиновников мэрии. Нет такого одессита кто не знает деревянную лестницу ведущую на пляж санатория Чкалова. Сейчас у ее основания на склонах произошла массовая варварская вырубка здоровых деревьев. Новость сообщил глава общественной организации Зеленый лист Владислав Болинский. Перед лестницей Чкаловского санатория к трассе здоровья у основания верхней опоры бывшего лифта за прошедшие две недели была удалена красивейшая роща взрослых здоровых деревьев. Здесь в этой части нагло и цинично за последние две недели было удалено ну если я скажу десятки то это мало около сотни около сотни больших взрослых деревьев. И то есть это не просто уничтожение отдельных деревьев это реально уничтожение лесных массивов уже получается это здесь необходимо с точки зрения уголовного производства уже рассматривать. Сейчас я вам покажу ну потому что деревья были уничтожены нагло таким образом что эти срезы были замазаны землей чтобы не было видно. Ну вот это вот начало ну как бы я вам показал это ясень вот видите как вот вроде землица прикидана не видно а вот раскрываешь и становится видно возраст деревьев до 50 лет породный состав туи и ясени количество удаленных деревьев более 70 диаметр этого дерева порядка 30 сантиметров этому ясеню было около 30 лет вот здесь сразу ряд деревьев вот посмотрите диаметр уже больше 40 сантиметров вот это ясень был прекрасный большой шикарный вот все замазаны то есть искусственно состарены срезы вот таких вот больших деревьев удалено порядка 35 вот видите ясень тоже громадный вот если присмотреться их очень много здесь же и туя вот это хвойное дерево ну скажем голосемяное которое росло до такого вот размера ну наверное лет 40 если не больше экологи бьют тревогу одессу скоро будет не узнать зеленую зону продолжают уничтожать побережье и склоны застраивать под что расчистили площадку на чкаловским пляжем пока неизвестно но сделано все было быстро и нагло следы заметены а несчастные пни присыпаны землей что подесситы ничего не заметили но не заметить проблему невозможно в общем то что происходит в одессе вот посмотрите вот такое дерево то есть вы представляете его размер оно порядка 45 сантиметров то есть это был гигантский ясень который в общем то не так просто завалить работы происходили никто ничего не видел техника заезжала сюда вот все довольны все счастливы Геннадий Леонидович сейчас делает вид что он супер экологист вот городские службы я имею ввиду департамент экологии и так далее запросто выдают разрешение на удаление деревьев все вот это понимаете то что вы делаете вид что вы там как-то переживаете как-то боретесь и так далее все это это вы знаете делаете для не для одесситов потому что одесситы не сегодняшние они все понимают они все видят поэтому когда вы потеряете эту власть я вам хочу сказать что к сожалению потому что я бы хотел конечно чтобы каждый человек был достоин и уходя из этой жизни не слышал проклятия а слышал благодарности но я не знаю что для вас надо сделать на сегодняшний день чтобы вы слышали эти благодарности по крайней мере чтобы как-то компенсировать это чухня которую вы несете постоянно понимаете вы посмотрите что вы отдали на откуп какие места также напомним на прошлой неделе была удалена часть деревьев на территории самого санатория Чкалова напротив особняка Морозли на территории Одесской национальной академии пищевых технологий вовсю идут строительные работы теперь на месте спортивного комплекса Европа вырастет очередная высотка тетельнее каждый день мы узнаем что ту или иную территорию отдали под застройку жилого многоэтажного комплекса это безумно возмущает горожан инфраструктура города и так не вытягивает загруженность которую мы имеем сегодня но в данном случае еще больше возмущает что под шумок хотят уничтожить одесский спортивный клуб дзюдо который расположен на территории относящейся к Одесской национальной академии пищевых технологий после того как застройщик получил возможность нести общежитие вуза для дальнейшего строительства на этом участке под раздачу попал и спортивный комплекс Европа отметим это место которое уже на протяжении более 10 лет тренеры меценаты и родители маленьких спортсменов содержали на свои средства в Европе занималось огромное количество детей многие воспитанники представляли Одессу и даже страну на международных соревнованиях место где воспитывают будущее на грани уничтожения на сегодняшний день насколько я знаю не борцы вольники не клуб спортивный клуб дзюдо Европа туда попасть уже не могут несмотря на то что там осталось все их оборудование как я уже сказал купленное за счет родителей за счет меценатов принадлежащие этому спортивному комплексу и в ближайшее время как я понимаю этот спортивный комплекс будет уничтожен детей попросту оставили на улице инвентарь купленный не за счет госбюджета на тысячи долларов находится в спорткомплексе куда доступ закрыт при этом ни со стороны застройщика ни со стороны города никаких альтернативных решений предложено не было обидно то что ректор харчевой академии господин Богдан Егоров никаким образом за все это время не выразил свою позицию я не говорю что эту же позицию не выразил ни мэр города Труханов ни глава областной администрации Сергей Гриневецкий обидно в том что действительно тот человек действиями которого в том числе была отдана эта территория под застройку никаким образом на происходящее не реагирует что в этой ситуации должен был сделать в том числе мэр и глава областной администрации как минимум заставить компанию Будову предоставить спортсменам аналогичную даже не говорю спортивный зал аналогичную площадь в этом строящемся жилищном комплексе отметим за генпланом города эта территория отнесена к территории учреждений науки и образования поэтому размещение здесь жилых и общественных зданий не допускается на каких условиях сюда зашла строительная компания неизвестно на французском бульваре 54 на территории бывшего санатория Украина киевские застройщики планируют построить ЖК дом отработи под видом курортно-оздоровительного комплекса стало известно что на месте санатория Украина появится жилой комплекс дом отработи который будет состоять как минимум из 4 домов высотностью в 16 этажей отметим что эта территория одна из последних зеленых зон Гагаринского плато которая больше 10 лет лежит в руинах оставаясь при этом не застроенной высотками но совсем скоро это упущение будет исправлено и все как всегда под видом курортно-оздоровительного комплекса Киевский застройщик это Perfect Group это известная киевская компания все хотят до конца уже уничтожить наш французский бульвар который и так уже заставлен высотками у нас нет где парковать машины у нас нет где проехать но это не мешает им и нашим местным властям позволять все-таки застройщикам строить высотки на французском бульваре хочу подметить в зоне рекреации там по рекреационное назначение земли это оздоровительные земли или курорт санаторий допускаем что интересы жителей города как и соблюдение градостроительного законодательства это последнее что интересует застройщика по сути на месте намеренно разрушенного санатория Украина строится очередной жилой комплекс который никак не будет выполнять курортно-оздоровительные цели для того чтобы узаконить документы киевские застройщики пошли очень интересным путем они прибегнули еще к такому интересному способу и хотят узаконить свой новострой будущий через свою же ГО дружественную в Киеве рух справедливого Украина они обратились в киевский окружной админсуд с требованием якобы разорвать градусловие ограничения с компанией сагой дома от работы но эти судебные заседания проходят без участия сторон в спрощенном порядке то есть дело будет слушаться в порядке упрощенного производства без проведения судебного заседания и без вызова сторон получается судьба более одного гектара земли одесской рекреационной зоны будет решаться в Киеве за закрытыми дверями без всякого привлечения одесситов не кажется ли вам это странным поэтому чтобы не допустить решение дела без гарантии что одесситы будут услышаны общественная организация общая цель приняла решение о вступлении в судебный процесс третьей стороной и только вступив в процесс общественники будут уверены что наши позиции как одесситов будут донесены до суда я хочу обратиться к нашим властям у нас много есть санаториев которые можно реально привести в порядок мы знаем что в бюджете есть на это средства и можно их приводить в порядок тем более после ковида я думаю многие люди с Украины и не только приезжали в Одессу подышать свежим морским воздухом и лечиться а не смотреть на эти новострои думаем что все горожане согласны с вышесказанным хватит распродавать драгоценные рекреационные зоны города под застройку высоток и думать исключительно о прибыли пора бы позаботиться и об одесситах не забывайте вы тоже живете в этом городе старая Одесса сыпется и рушится очередной памятник архитектуры вызывающий у одесситов опасения за его судьбу знаменитый на весь мир пассаж его плачевное состояние запечатлили наши коллеги из украинской службы информации сегодня пассаж находится не в лучшем состоянии невооруженным взглядом видно что здание проседает особенно это заметно на углах с внутренней стороны галереи памятник архитектуры значительно перекосило по дому даже после первого этапа реставрации повсеместно виднеются трещины одесситы опасаются что внутренняя часть накренившегося здания со стороны Дерибасовской может обрушиться в любой момент напомним в здании пассажа уже давно ведутся ремонтные и реставрационные работы несмотря на это памятник архитектуры усеян крупными трещинами от 2 до 5 сантиметров потолок со стороны Преображенской заштукатурили кое-как лепнина на крыше не похожа на оригинал а внутренний фасад уходит вниз Кроме того зимой здесь вздулась и разъехалась плитка тем временем подрядчик продолжает внутреннюю отделку стен Рецензент проекта одесский архитектор-реставратор Анатолий Изотов сообщил что проектировщики указали что часть укрепительных работ они провели следующая часть впереди равно как и проект целостной реставрации Напомним в декабре прошлого года фирма подрядчика написала в своем фейсбук о том что приступила к инженерным работам по усилению несущих конструкций памятника архитектуры эти работы должны были укрепить здание и защитить его от просадок и перекосов сам проект восстановления рассмотрели в феврале 2020 года тогда областной консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия обсудил план реконструкции исторического здания упрощением архитектурного декора по фасаду а также с возможностью обустроить на месте чердака мансардный этаж тогда проект отложили и в марте 2021 года вернулись к нему отметим разработкой проекта ремонтно-реставрационных работ здания Пассаж выступила компания Экострой ИК под руководством Владимира Суханова ранее фирма занималась восстановлением Одесской колоннады и Потемкинской лестницы на улице Черняховского стартовали ремонтные работы напомним на участок от площади 10 апреля до 5 станции фонтана горсовет выделил 40 миллионов гривен видны ли уже результаты проделанной работы в сюжете наших корреспондентов напомним ремонт улицы Черняховского стартовал 10 марта тендер на ремонт дорожного покрытия выиграла всем известная скандальная фирма Росдорстрой в рамках проекта запланирована полная замена дорожного покрытия мощение тротуаров плиткой карманы для парковки машин ливневая канализация и так далее со слов местных жителей с начала реконструкции дорожные работы велись всего две недели начали с восстановления улицы со стороны пятой фонтана от фастфуда Макдональдс где расчистили парковочные карманы и несколько расширили улицу до перекрестка улицы Говорова затем работы приостановили до конца апреля а вот на минувших выходных во время дождя как отмечают горожане дорожники расчищали мелкие ямы по улице а затем заливали асфальт прямо в лужи что за технология непонятно сейчас видно что где-то ямы убрали но при этом на проезжей части осталось много неровностей дорога как была разбитой так и осталось хотя в проекте числится полная замена дорожного полотна как говорится результат проделанной работы налицо забота о детях не входит в число первоочередных задач городской власти на словах чиновники готовы сделать все для блага подрастающего поколения действительность показывает нежелание работать большая детская площадка возле дома номер 23 по улице Ивана и Юрия Лыб издали смотрится как новая на первый взгляд малышам можно позавидовать подходим ближе и видим совсем другое четыре скамейки поломаны ломали явно взрослые но детям от этого не легче на одной качеле сорвано деревянное сидение ее лучше бы совсем убрать чтобы никто из малышей по неосторожности не покалечился качелю для детей постарше сорвали и унесли видимо на металлолом горка без перил опасная штука и в таком виде существовать не должна для малыша высота приличная на второй горке нет ступенек провалится ребенок в эти дыры и хорошо если только одежду порвет а то и скорую вызывать придется лестницы красили наверное еще когда устанавливали площадку с тех пор рабочие тут не появлялись жители оставили сообщение на городском сайте а там как обычно разберемся ждите ответа во дворе по улице Варнинская возле Киевского районного суда вообще творится что-то несусветное суд собирается расширить свои владения за счет придомовой территории конфликт с жильцами ближайших домов тянется уже больше года 9 февраля привезли секции бетонного забора вокруг будущей стройки и сложили на детской площадке другого места не нашлось 12 апреля доставили вторую партию бетонного хлама по вызову жителей дважды приезжала полиция составила протоколы бумаги до сих пор плясок где-то в ящиках столов а плиты так и лежат в обращении на тот же городской сайт жители спрашивают кто понесет ответственность за этот беспредел вот так с тремя вопросительными знаками не знают авторы жалобы что для чиновников мэри хоть 10 знаков поставь толку никакого им все равно в Одессе в городском саду одно из деревьев украсили писанками более 500 расписанных в разных техниках яиц своими руками создали одесситы в Одессском горсаду появилось настоящее пасхальное дерево с писанками инициатива предложенная несколько лет назад нашла свое продолжение первое пасхальное дерево в горсаду украсили в 2017 году таким нарядным дерево простоит до 10 мая идея создания столь необычного символа праздника воскрешения Господнего Екатерина Адысева Екатерина мама троих детей и активистка именно благодаря ее усилиям в парке имени Шевченко появилась оригинальная детская площадка с тарзанками Такое увидели эту неделю наши корреспонденты а нам остается пожелать вам отличного настроения оптимизма и только хороших новостей Всего доброго и до новых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин